Всем привет! Сегодня выдался недождливый летний день, и поэтому я решила пойти на дачу и на даче показать вам небольшое видео с отчетом о вышивке, которой я занималась несколько лет назад, но отчета, видеоотчета я в свое время не выложила. И когда я обнаружила, что я вообще-то ничего не показывала на ютубе, только в инстаграме, когда я это обнаружила, я решила, что нужно срочно снять видео, пошла под яблоню, такая яблоня у нас, тут подпорки стоят под ветви, потому что очень тяжелые ветви от яблок. И вот я решила под яблоней поснимать вам видео о вышивке. Сейчас покажу, как я принесла вышивку на дачу. Я принесла ее вот в таком контейнере, свернула вышивку в рулончик и принесла. Сейчас я вам покажу. Перед этим я хочу сказать, что вышивка не была долгостроем. Я купила набор и тут же решила его вышивать. Вышивалась легко, без каких-то промедлений. Купила и сразу начала отшивать. Вот такая работа сегодня будет вам представлена. То, что я хотела вам показать, это я вышивала несколько лет назад. Вот этого медвежонка. Медвежонок это подушка от фирмы Панна. Я ее не оформила пока в подушку, она у меня просто в таком рулончике хранится. Отшивала я эту работу очень легко. И если бы я хотела повторить одну из своих вышивок, которую когда-либо делала, то, конечно, вот этого медвежонка я бы с удовольствием повторила не один раз. Потому что он очень легко вышивается, никаких проблем, сложностей. Такой немножко сказочный, немножко такой пряничный медвежонок. Этот дизайн мне понравился с первого взгляда. Как только он был выпущен фирмой Панна, тут же он мне очень понравился. И я помню, решила его приобрести и обязательно отшить. Сложности были с приобретением, поскольку нужно было сначала заказать. Потом я ждала несколько дней, по-моему, неделю, может, дней десять. И потом мне сообщили, что да, пришел ваш заказ. Я получила и радостное побежала домой и начала отшивать этого медвежонка. Отшивать было невероятно легко. Сначала, конечно, я была напугана, поскольку я первый раз отшивала подушку от фирмы Панна. И я не знала, как она пойдет. Возможно, я недовышиваю, возможно, она у меня уйдет в долгострой. Но нет, все было замечательно, чудесно. Подушка легко отшивалась. И я не перевыла в долгострой. Все, вот как приступила, так и завершила все на одном дыхании. Очень легко отшивалась. Ниточек мне хватило. То есть не было такого, что каких-то там ниток не хватило и так далее. Нет, все хватило, все замечательно. То есть это еще один плюсик, еще одно достоинство этого набора для вышивания. То, что помимо того, что такая вот идеальная схема, идеальная комплектация, еще и идеальное количество ниток у меня было. То есть всего хватило, мне не пришлось волноваться. И даже осталось прилично ниточек. Какие недостатки этого набора и дизайна я обнаружила? Никаких недостатков дизайна или набора я не обнаружила. Мне все понравилось, абсолютно все. Легко отшивалось, ни в какой долгострой не перешло. Все легко, на одном дыхании отшилось. Я абсолютно довольна. Ольку мне очень понравилось работать над этой вышивкой. Впоследствии я решила приобрести еще одну подушку от фирмы Панна. То есть я стала присматриваться и к другим дизайнам этих подушечек от Панны. И что-то мне там приклянулось, и я решила приобрести. Сейчас я работаю над этой подушечкой, вышиваю ее. Очень легко тоже идет. Ниточек пока хватает. Все на одном дыхании, ни в какие долгостроения не переходит. Мне невозможно оторвать от этой подушки. И начало моей подушечной эпопеи от фирмы Панна положила вот именно вот эта подушечка с медвежонком. Он такой сказочный, такой, не знаю, пряничный. Невероятно красивый дизайн. Конечно, меня пугала обилие коричневого цвета у этого медвежонка. Я помню, когда я вышивала, и ты вышиваешь, у тебя все коричневый цвет, и ты не видишь вот того рисунка, который вот сейчас заметно, да, на медвежонке. То есть там какие-то точечки, какие-то линии, да все такое на лапках у него, на мордочке. А когда вышиваешь, вот это все коричневое, все как бы сливается, и ты не видишь всей красоты. А вот именно потом, когда уже все готово, работа, ты смотришь и видишь, насколько все было интересно. Не просто коричневое, все это укладывается в такой рисунок, в какие-то там точечки, какие-то там лепесточки вот у него на мордочке. В общем, очень интересно. На этом короткое видео о моих готовых работах завершается. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк. Можете подписаться. Я буду очень рада. Спасибо большое за просмотр. Пока.